Сегодня много раз звучало о людях творческих, что они гениальны. А вы знаете, что означает слово «гений»? Изначально это слово означает не человека, а дух, который проходит через человека и творит через человека. Человек является каналом или проводником. Что интересно, другое слово «демон» — оно тоже про то же самое, потому что изначально это слово «даймон», которое в философии Сократа означало «ангел-хранитель», «внутренний голос», то, что проводится через меня. И лишь с пришествием христианства нужно было выдавить древние философии, в том числе Сократа, и слово приобрело негативный такой оттенок. Изначально люди понимали, что мы проводники, и гениальным назвали человека, у которого хорошо наработан канал, через которого его гений, то есть его вот этот дух, хорошо вещает. Задача наша, чтобы быть творческим, чистить себя как канал, готовить себя как канал. И если для этого нужна какая-то муза, как внешний инструмент, то пожалуйста. Но музой может быть и человек, и жена. Жена тоже человек, да? Жена – это комплекс ролей, одна из которых может быть муза. А может быть, как в фильме, частично она была музой одобряющей, частично другая была женщина музой, которая выпихила из зоны комфорта, грубо говоря, из привязанности отвезла. То есть музой может быть что-то внешнее. Или как ты сегодня говорил, что музой сам человек для себя тоже может быть. Или музой может быть природа. Музой может быть божественное какое-то откровение. Кот может быть музой. Элементарно. Все что угодно может человек вдохновлять. Или вот как сегодня зачитывали, очень много даже материальных инструментов может являться таким якорем для включения. Все входы и выходы уже известны. Осталось только делать, творить, впускать в себя этого гения и становиться человеком, который творит и который принесет пользу. И твой кот будет тоже нам в пользу. Она кошка. А тем более кошка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова